Что проживание ЖК Алтенрайт несет угрозу для здоровья и жизни людей, так как не введен в эксплуатацию Государственной приемочной комиссии. Во дворе жилого комплекса Алтенрайт в элитном районе Астаны собрались возмущенные жители. По словам людей, их дом бизнес-класса может обрушиться в любую минуту. Застройщик претензиям жильцов глух. Люди требуют немедленного вмешательства властей. Потому что по расчету здесь фундамент был рассчитан на девятиэтажный дом. Достроили четыре этажа. Простите, он строился в тундре, в лесу где-то. Никто не видел из руководства, как он строится и почему он достраивается. Где документы? Никаких документов нет. Вот, пожалуйста, здесь написано, что ГАСК считает его аварийным. И он даже сам председатель ГАСКа сказал, вот я сейчас с вами говорю, и я не уверен, что дом уже не рухнул. Но они что, хотят карагандинскую проблему? Когда там, так здесь же заселенный дом, здесь же жильцы живут. Как же можно так относиться? Я не понимаю, власти где? Но власти, так же, как и застройщик, который не пожелал общаться с журналистами, пока игнорируют проблему жильцов и предпочитают наблюдать со стороны. Вот и на собрании за возмущениями людей наблюдает чиновник из Управления внутренней политики. Хотя, казалось бы, при чем здесь политика? Ну, как бы я не уполномочен решать эту вопрос. Я не с ГАСКа. А что вы здесь делаете? Просто, чтобы узнать ситуацию или что? Да. Валентина Михайловна ждет официальной сдачи дома в эксплуатацию больше пяти лет. Требуя устранить недоделки, пенсионерка уже два года активно обивает пороги чиновников от местных властей до приемной президента страны. Однако, вместо обещанного застройщикам бизнес-жилья, люди получили затопленный паркинг, холод в квартирах, дешевую отделку и протекающую крышу. Впрочем, последнюю недоработку строители обещают устранить. В третьем подъезде бежала. Везде прошелся. Нигде сейчас в данный момент вода не бежит. Ну, извините, солнце на улице. Как бежать? Сейчас, извините. А когда дождь? А это дольщики жилого комплекса «Юго-Восток». Они пришли жаловаться в местный Акимат. В 2011 году больше 20 семей вложились в долевое строительство вот этого дома. Квартиры им обещали уже через год. Но дом уже четвертый год никак не достроится. За это время выявились серьезные строительные нарушения. Осыпалась кладка и, что хуже всего, просел фундамент. В ответ на возмущение дольщиков строительная компания предложила вернуть вложенные деньги. Вроде бы все по справедливости. Вот только за эти суммы сейчас уже в столице жилье не купишь. Дом не строится, вернее строится, но учитывая то, что там 8 подъездов и 6 этажей, на объекте находится трое-пять человек рабочих. И такая картина наблюдается ежегодно. То есть объект практически стоит на месте. От строительной компании, от его инженерно-сервисной компании мы постоянно слышим разные обещания по поводу того, что мы закончим летом, осенью и так далее. То есть каждый год эти сроки продлеваются. Естественно, за эти деньги в данный момент мы ничего не можем приобрести, потому что прошло уже 4 года и жилье уже становится недоступным. Даже если мы заберем эти деньги, мы ничего уже не приобретем, даже комнату в общежитии. Жилье в казахстанской столице проблема номер один. Новостройки шокируют не только ценами от полутора тысяч долларов за квадратный метр, но и ненадежным уровнем строительства. Да что там говорить, если даже качество построек под носом лидера нации, точнее его резиденции Акурдой, оставляет желать лучшее. За последние несколько лет почти все акции протеста в Астане так или иначе связаны с жильем. У кого-то его отбирают под госнужды, а кто-то недоволен качеством. И протестов этих становится с каждым годом все больше и больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!